Прямой диалог Александр Цибульский провел очередную встречу с местным населением. На что жалуются жители региона и кто поможет решить их проблемы? Главный памятник в Нарейнмаре обелиск Победы отремонтируют уже в этом году. Деньги выделит нефтяная компания в рамках социально-экономического сотрудничества. Как обновиться монумент? Космические телескопы, беспилотные летательные аппараты. Все это и не только. Жители региона увидят совсем скоро. Московский ВУЗ реализует на территории нашего субъекта масштабные проекты по изучению Арктики. Расскажем подробности. Жми на газ и в город ГИБДД планируют усложнить задачу экзаменов на водительские права. Какие произойдут изменения и что это даст будущим автолюбителям. Второй шанс. В регионе стартует прием заявлений от выпускников на повторную сдачу ЕГЭ. Куда обращаться? Подстук копыт белого оленя. Выставка по таким названиям открылась в Неницком краеведческом музее. Что представлено на экспозиции? Чему она посвящена? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! С главными событиями последнего рабочего дня в студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Александр Цибульский провел личный прием местных граждан. Большинство вопросов касались жилищной темы. Поделиться своими проблемами с временно исполняющим обязанности губернатора пришли около 10 человек. Общение состоялось в открытом режиме с участием муниципальных властей, руководителей профильных департаментов и региональных СМИ. Тем продолжит Иван Кутинников. Для тех, кто приходит на личный прием к главе региона, это едва ли не последняя, а реальная возможность решить свои проблемы. Проблемы, о которых муниципальные власти знают, но зачастую не реагируют на них должным образом. Яркий пример – история Валентины Слободенюк. Пороги чиновников женщина обивает далеко не первый год. Казалось бы, в относительно новом доме, где она проживает, это ордали на 9, периодически протекает крыша, а еще не выдерживает канализация. Озеро из нечистот образуется в подвале. Качают через раз, фотографий полно, около септика море. Они как придумали, открывают в подвале вот это, ну я их зову заглушки, а по ихому, не знаю, ревизии или как-то так, и все льется в подвал. Вот сейчас месяц они устраняют, потому что я когда увидела, я там такое подняла, ходила к Васендину. Они, оказываются, в курсе, они вот засыпали песком и теперь до сих пор месяц вносят эти мешки. Но это продолжается, понимаете? Продолжается. Александр Цибульский поинтересовался у собственника дома, руководства поселковой администрации, в чем причина проблем. Григорий Коваленко заявил, жилое здание построено с большими нарушениями. Глава муниципалитета пообещал исправить ситуацию уже в ближайшее время. Мы будем увеличить объем со своей стороны, сектика. То есть мы там шести подъездов, мы два подъезда отделяем просто отдельно, чтобы уменьшить нагрузку. Вот. На систему канализации. Плюс вот это то, что касаемо, прекрасно понимаем, что это еще человеческий фактор. Канализацию бросает не весь что, потому что выбивает заглушки. И вот почему-то действительно в этой квартире попадает... И на четвертый подъезд, именно. Глава региона отметил, нужно разбираться и с теми, кто в свое время принимал этот дом. В том числе обратиться и в правоохранительные органы. Если это не соответствует проекту, значит, это кто-то делает, значит, с каким-то, либо по незнанию, либо с умыслом. Поэтому с этим надо разобраться. Значит, крыша разводка на вас, вы, Светлана Владимировна, сейчас, это Александр Владимирович, лидер, мой заместитель, как раз отвечает за ЖКХ и строительство. Это на вас работа, а септик тогда и вот эти вот ограничители для того, чтобы не все это не сыпалось, да, Кунтини Владимировне, то, что бросают канализацию, конечно, это на вас до конца сентября. Галина Калий, дитя войны, рассказала главе региона о проблемах жителей дома на улице Сопрыгина-4. Деревяшка, простоявшая полвека, сейчас находится в плачевном состоянии. Тем удивительнее, что в реестр ветхого жилья здание попало только пару месяцев назад. В доме нет никаких удобств, воду приходится носить ведром из ближайшего колодца. Впрочем, по словам женщины, это еще не самое ужасное. Вот моя туалетная комната. Туалетная комната. При открытии крышки можно видеть тараканов, ползущих снизу, наверх. Можно видеть, как на себя смотрит крыса. Вот когда в том году, по-моему, наводнение было крысы, помните, вот сидели у вечного дня крысы, и поза тот год. Вот особенно тогда, вот эту крышку откроешь, они пытаются, ну и на тебя смотрят. Так как жильцы старого дома смогут получить новые квартиры не раньше 2020 года, Александр Цибульский предложил следующее решение проблемы. Включить детей войны в региональную программу переселения из ветхого аварийного жилья. До, там, октября, условно говоря, до первой сессии собрания депутатов, мы тогда сформируем это предложение. И действительно выделим, ну, участников Великой Отечественной войны, мы там полностью, мы знаем, там, вроде бы у нас с этим. А вот давайте дети войны тоже включим. Дети войны и, может быть, дружники тыла тоже. Ну, те, кто нуждается, соответственно, в улучшении жилищных условий. В полном отчаянии на прием к главе региона пришел и Николай Хозяинов. Мужчина всю жизнь трудился в Заполярье. Сейчас по состоянию здоровья на работу уже не берут. Он инвалид по зрению. С таким диагнозом ему требуется регулярно наблюдаться у областных специалистов. Но возможности отправиться в Архангельск у мужчины просто нет. Я шестой год уже живу без денег на севере. Всю жизнь отработал. Я не знаю, что мне делать. Медицина мне не помогает. Потому что они меня хотят отправить в Архангельск, пожалуйста. Они мне направление дают. Но, опять же, у меня нет средств. Я знаю, что эти средства, конечно, вернутся мне. Они мне предлагают, возьми кредит. Кто мне даст кредит? Ну, это же смешно. Я же не работающий человек, правильно? С такой проблемой к властям региона северяне обращаются далеко не в первый раз. Оплата проезда к месту лечения компенсационная. И пациенту, прежде чем получить поддержку, необходимо купить билеты за свой счет. А по билетам прямо делать предложение, чтобы мы могли эти билеты действительно на лечение выдавать без предварительной оплаты. То есть, в любом случае, если мы с бюджета оплачиваем. Какая разница? Если есть предписание медицинского центра, есть готовность принять, значит, с этим предписанием человек должен нам определить, куда приходить и получать билет живой. А потом уже мы с авиакомпанией свои отношения решим. Правильно? Я понимаю. Давайте на ближайшие сессии депутатов надо этот закон принять. Ну, вернее, предложить депутатам. По словам Александра Цибульского, часть озвученных вопросов будет решена в ближайшее время. Ими займутся профильные департаменты. Иван Кутенников, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Идем далее. Четыре приемные семьи, нуждающиеся в жилье, получат квартиры под договором безвозмездного пользования. Такое решение было принято на очередном заседании администрации. Все семьи, которым предоставляют квадратные метры, взяли на воспитание приемных детей. Жилые помещения номер 34, 35, 59, расположены по Альтису Наринмар-Пионерска, 29. И жилые помещения номер 32, расположены по адресу Наринмар-Победы, 8А, распределены в целях исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете, нуждающихся по категории приемных семья. Заключившись договор о передаче ребенка на воспитание в семью с органами, осуществляющими полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству с несовершеннолетними гражданами на территории Нейско-Автономного округа, при условии, что 11 миллионов родителей проживает в округе не менее 10 лет. Жилплощадь и предоставленные помещения распределены с учетом состава семей. Договоры безвозмездного пользования заключат в течение двух месяцев. Также на заседании обсуждалась тема строительства квартир для оленеводов и чумработниц поселки Красное. Как пояснили в профильном департаменте, торги на возведение пяти жилых помещений объявлены. В июле текущего года две семьи кочевников уже получили квадратные метры в населенном пункте. В целом в региональном бюджете на 2018 предусмотрено 24,5 миллиона рублей на возведение жилья для оленеводов и чумработниц. Памятный знак «Обелиск Победы» отремонтируют при поддержке недропользователей. Такое решение местные власти согласовали на заседание администрации. Напомню ранее, с соответствующей просьбой главе региона обратился мэр Наринмар Олег Белак. По словам градоначальника, благоустройство монумента планируется приурочить к 75-летию Великой Победы. Последний раз капитальный ремонт памятника был произведен в 2014 году. Тогда полностью заменили подиум вечного огня, звезду с газовой горелкой и так называемые бетонные цветники. Как сообщили в мэрии, сейчас необходимо заменить облицовку гранитной плитки и установить новую звезду. Планируется, что все работы будут проведены до 15 ноября текущего года. На эти цели в рамках социально-экономического соглашения с округом компания «Лукойл» выделит порядка 4 миллионов рублей. Ремонт выполнят специалисты чистого города. Добавлю, обелиск входит в реестр памятных знаков Наринмара. Он возведен в 65-м в честь 20-летия годовщины Победы Великой Отечественной. Во время торжественного открытия под плиту основания была заложена металлическая капсула со списками жителей округа, погибших в годы войны. Жители Ненинского округа станут первыми в стране, кто сможет воспользоваться новейшими технологиями в области телекоммуникации, энергетики и медицины, разработанные учеными Московского физико-технического института. Его сотрудники готовы реализовать свои идеи на территории субъекта. Первые результаты масштабного проекта северяне смогут увидеть уже в конце года. Об этом представители ВУЗа заявили на итоговой пресс-конференции. Подробности расскажет Александра Литкова. За три дня группа ученых из 14 человек посетила морской порт, метео- и электростанцию, Ненинскую окружную больницу, аварийно-спасательный центр, а также муниципальное предприятие «Север-Жуком-сервис». Делегация поделилась на три группы по направлению – телекоммуникации, энергетика и медицина. Наш регион стал первым субъектом, на территории которого представители институтов занимаются вопросами развития Арктики. Здесь есть мотивация, во-первых, мотивация серьезно что-то менять, обновлять, и не ради осваивания бюджета, а ради того, чтобы дополнительно вот эта эффективность, от инновации она бы и сама купалась, и дала бы резерв для того, чтобы там в целом ситуацию исправлять. Потому что, насколько я уловил цифры, 38 изолированных поселков, примерно 150-160 в сумме дизелей, ну там разной мощности, вот. Соответственно, ну, работ достаточно много. В рамках своей работы научные сотрудники Московского института побывали в поселке Амдорма и на Варандейском терминале. Там специалисты планируют разместить оборудование для обеспечения спутниковой связи и протестировать его на судне, которое базируется в местном порту. А по прибытии в Амдорму делегация посетила стратегически важные объекты, в том числе аэропорт, морской порт, дизельную электростанцию и ветропарк. Здесь ученые намерены повысить эффективность работы ветродизельного комплекса, а также установить арктический телескоп для наблюдения за космическим пространством. Это оптические телескопы для наблюдения за космическим пространством. Дело в том, что чем мы находимся ближе к полюсу, тем более эффективно размещение телескопов. В связи с тем, что, ну, скажем, здесь сходятся орбиты космических аппаратов, все близко к точке. И можно, допустим, одним телескопом захватывать гораздо больше объектов, чем мы захватываем, ну, к примеру, ближе к экватору, если размещаться. Это средство освещения так называемой ледовой обстановки, то есть это беспилотные летательные аппараты, скорее всего, вертолетного типа, для проведения так называемого подоблачного сканирования, то есть строительства моделей, создания моделей движения льдов. Это нужно для осуществления проводки судна по Северному морскому пути. Кроме того, по словам ученых, порт Амдермы идеален как опорная точка Арктики для развития Северного морского пути. В связи с изменением климата он перестал замерзать, а это несомненный плюс для движения судов в любое время года. Порт Амдерма идеален для развития по одной причине. Значит, он не замерзает. На сегодня климат меняется так, что он практически льдом не покрывается. Это как для развития Северного морского пути, так и для военных. Прекрасная вещь. Это данные с места, с местной климатической станции. Значит, люди там круглогодично наблюдают. А максимум это такая корочка ледяная и вот такая каша. Шуга, да. Что касается медицины, то уже в середине ноября ученые намерены запустить мобильный комплекс автоматической обработки флюорографических снимков, который будет работать посредством телемедицины в отдаленных населенных пунктах округа. Мы понимаем, что он будет располагаться здесь, на Рианмаре. То есть данные, которые получаются от рентгеновского аппарата, через каналы связи будут отправляться в МФТИ. В МФТИ автоматически обрабатываться и уже приниматься решением. Привлекать отдельного рентгенолога здесь. Либо человек здоров, и этот снимок наложится просто в архив. С человеком дальше не работают до следующего обследования. Также в перспективе использования на территории региона средств освещения ледовой обстановки. Это беспилотные летательные аппараты. Они будут проводить подоблачное сканирование и создавать модель движения льдов. Полученные данные помогут судам беспрепятственно проходить по Северному морскому пути. Мы смотрим на присутствие здесь делегации инновационного университета российского, московского физтеха, как на точку роста региона. МФТИ на сегодняшний день развивает арктическую программу Российской Федерации по следующим основным направлениям, которые, как мы считаем, очень применимы в округе. Это и автономная энергетика с использованием энергии ветра, солнца, накопление энергии, с самыми современными способами энергии, водорода и так далее. Это для нас очень актуально, с учетом того, что у нас ряд населенных пунктов, собственно, обеспечивается энергией автономно. И там есть и резервы для экономии, есть и резервы для технологических улучшений, и экологических, и каких угодно. То есть это в чистом виде нашей повестки. В региональной администрации отметили, все работы научных сотрудников проводятся за счет средств федерального бюджета. А проекты будут реализованы в течение двух лет. В скором времени с Московским институтом планируется подписать меморандум о сотрудничестве. Инициатором является руководство Ниньского округа. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Министерство внутренних дел предложило усложнить экзамен на водительские права. Ведомство считает, что необходимо объединить нормативы площадка и город в одну практическую часть. Также предполагается отменить запрет на учебную езду на автомагистралях. Соответствующий проект уже подготовлен. Если изменения все же одобрят, то сразу после теории человек будет выезжать на улицы города для дальнейшего прохождения испытания. По словам начальника госавтоинспекции Михаила Чернякова, больше внимания хотят уделить практическому вождению, что позволит улучшить подготовку водителей и сократить количество аварий на дорогах. При этом для мотоциклистов сдачу площадки в ГАИ решили оставить. Ведомство также предлагает ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию во время теоретической части испытаний, пересдать которую можно будет не раньше, чем через 7 и не позднее 30 календарных дней после проваленного первого экзамена. На повторную сдачу практики хотят отвезти два месяца. Однако, если выяснится, что автошкола, которую окончил будущий водитель, не имела необходимой лицензии, то ему могут отказать сдача. В регионе тем временем стартует прием заявлений от выпускников, желающих пересдать ЕГЭ. Дополнительные сентябрьские сроки – последний в этом году шанс получить удовлетворительную оценку по двум обязательным предметам – математике базового уровня и русскому языку. Пересдать экзамен имеют право те, кто по разным причинам не прошел итоговую аттестацию в основной период. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта, на сегодняшний день вновь написать ЕГЭ желают 6 местных выпускников. Согласно вчероссийскому расписанию, 4 сентября ребятам предстоит сдать русский язык 7 числа – базовую математику. Резервный день для сдачи обоих предметов определен на 15 сентября. Добавлю, выпускники прошлых лет, а также выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в этом году, к участию в ЕГЭ не допускаются. Что касается заявлений, то документы принимаются в Ненецком региональном центре развития образования. «Под стук копыт белого оленя» – выставка картины и предметов быта коренного народа по таким названиям открылась в столице региона. Это совместный проект Ненецкого кровеческого музея и Национальной галереи Республики Коми. Экспозиция заработала 2 августа непосредственно в День оленя – профессионального праздника тружеников тундры. На открытие побывала наша съемочная группа. Живописные полотна, гравюры, скульптура и гобелены, а также предметы из дерева и меха. Работы, выполненные в середине прошлого столетия, расскажут посетителям не только о красоте северной природы, но и о традиционном укладе жизни ненецкого народа. Например, вот гобелены народного умельца Сергея Добрякова. Они вытканы вручную и каждый имеет свой сюжет. Очень интересный гобелен. Называется «Свадьба оленеводов», а также «Танец оленеводов». И очень красивый гобелен, который показывает именно красоту ненецкой семьи, взаимоотношения в семье, доброту, сердечность, которая называется «Зимнее солнце». Именно в этом гобелене представлено три поколения ненецкой семьи. А это знаменитая картина «Хозяин тундры» – художника Дмитрия Свешникова. В 70-х годах XX века он специально приезжал в поселок Нельминос для поиска творческих идей. Фаина Литкова, участница Ненецкого самодеятельного театра «Иллипс», хорошо помнит этот момент. И лично даже я видела, как Свешников рисовал. Тогда мы были детьми, и Сергей Курглов, когда вот приезжал, мы, конечно, не знали, что это именно Сергей Курглов, но они постоянно приезжали к нам за материалом, потому что в Нельминосе очень красивые места. Ненецкий краеведческий музей не первый год сотрудничает с Национальной галереей Республики Коми. На этот раз на выставке представлено 27 произведений, специально отобранных к году оленеводства, объявленного в Ненецком округе. Я очень рад, что с нашим южным соседом мы поддерживаем активные связи в самых разных областях, в том числе и в области культуры. Я надеюсь, что эти связи будут только крепнуть, количество мероприятий у нас будет увеличиться. Посетить новую выставку и познакомиться с творчеством художников Республики Коми все желающие смогут до 4 октября. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.